всем привет хочу сделать обзор ножа складного от фирмы хекклер и кох немножко показать и рассказать о моих впечатлениях и вообще этом ножи вот он значит посередочке этот ножик у нас это у нас танта вот модель у нас называется название к сожалению как такового я не знаю возможно и нету но цифра миссии набить 14 717 хекклер кох 14 717 на юсай сделано значит в америке сталь на клиночке у нас d2 накладки g10 черное покрытие так вот на первый взгляд может быть необычный ножичек значит нож у меня мне достался моего друга который живет в америке мы с ним поменялись накладки на ножик в общем он мне прислал этот нож и как бы на фотографиях я посмотрел в принципе любитель танта и в принципе меня устроил то есть такой своеобразный интересный ножик но в плане рукояти конечно я скептически относился к эргономики рукоятки инженерным решением скажем так особенно меня смущал вот этот вот бугор сзади здесь видно сейчас я попытаюсь немножко камеру подсветлить вот так вот вроде ярко вот он у нас бугор задней стороны и мне казалось по фотографиям что это какие-то может быть инженерные просчеты фирмы benchmark потому что хекклер кох это дочернее предприятие насколько я знаю фирмы benchmark так вот получил этот ножик я конечно обрадовался то есть я закинул в карман и уже много недель этот нож не покидает мой карман и умудрился сместить моего любимчика вот и такой любимчик так детишка детишка вообще люблю zero tolerance это наш один лучших ножей один из лучших лучших из и 10 ников классная сталь здесь у нас сети с 204 пи то есть премиальные стали отличные ножи вполне удобные комфортные узенькие вот и вот этот вот ножик умудрился их сместить и сейчас попытаюсь показать и рассказать причину что мне так понравилось 5 секунд вот такой вот ножичек тоже добавлю сюда в это видео которое у меня здесь скажем так является офисным так вот сразу открою покажу это тоже танто это нож маленький он называется страйкер насколько я знаю вот это вот у нас какая-то ограниченная версия first product run то есть первый запуск и сразу посмотрим на изготовление клиночка как здесь сделано очень похоже на верхнее фальш лезвие про . танто очень похожи и дальше продолжим перейдем к рукоятке форма немножко конечно изменена но в целом в принципе очень похожи ножи особенно похоже вот клиночки у этой версии есть большой брат данный маленький нож стоит что-то около 100 120 130 долларов если еще и большой брат full size тоже страйкер и он стоит что-то около 150 160 долларов то есть достаточно дорого стали 154 см то есть стандартный обычный в принципе гриптилия но стоит это дорого то есть резона покупать этот нож не видел здесь же у нас сталь d2 она не хуже 154 см возможно даже лучше здесь я не берусь спорить доказывать что лучше что хуже здесь у нас размерчик клинка вполне себе рабочие давайте сразу будем сравнивать его вот так вот визуально к примеру с моим любимчиком 2 критера мы приложим от края рук накладок и посмотрим длину то есть видно что сразу выигрывает у нас станто если от шпенечка поставим то есть шпенечек нас все-таки ограничивает врезе и в принципе может быть правильно шпенечка мерить также выигрывает порядка сантиметра но мы знаем все что у нас дугритер клиночек самый короткий из всех гриптилия но и поэтому мы сравним его с 551 это самый популярный самый ходовой самый раскупаемый ножичек и вид клинка вот они ножи прикладываем 5 по рукояткам и у нас здесь опять выигрыш порядка пяти шести семи миллиметров даже вот по шпенечкам перекладываем и имеем выигрыш не менее пяти миллиметров то есть данный нож выигрывает по толщине клиночков здесь я уже штанги возьму и замерим 37 толщина клинка у данного ножа 37 гриппа уже у нас 29 то есть гриппа у нас клинки тоньше соответственно немножко слабее для кого-то это принципиально для код это важно потому что выбирая нож мы хотим чтобы он был сильным чтобы чтобы он мог все и что-то поломать и что-то порубить и что-то порезать вот и не забываем про следующий мой любимчик это у нас зератоль у нас 0562 также замерим от ну вот буду опять от рукоятки замерять потом от шпенечка замеряем от рукоятки здесь опять нож у нас короче вот а шпенечка замерим а шпенечка получается что один миллиметр нет даже не один в принципе в равных вот и сведение посмотрим у этого ножа сведения здесь у нас сведения значит у этого клиночка 055 065 где-то так 06 грубо говоря здесь у нас 065 075 07 скажем так здесь у нас сейчас я даже сам не замерял но я вам скажу сразу что сведение здесь нормально 066 08075 075 то есть сведение у этого ножа как у гриптилиана спуске у него у него от почти от самого верха то есть он управляемость реза будет намного лучше расширение клинка идет намного плавнее чем на гриппе вот сравнивать уже на с этим по сведениям вообще не стоит давайте сравним ну миллиметр 0808 сведения концу потоньше буду в принципе так сказать 08 и в принципе они вот почему я их постоянно друг другом сравнивать и вот несколько моделей ножей скажем так все дело в том что данный нож гриптилин самый доступный он стоит порядка 100 110 долларов вот у гриттер уже у нас стоит порядка там 140 по моему доллару может 150 160 может там 120 130 как бы средние 140 долларов 100 долларов и данный ножик более упрощенном варианте составил макс можно взять порядка там 200 долларов по моему данный же нож на старте продавался что-то около 80 долларов и это принципе дешевле обоих гриптилиана я пользуюсь заводской заточкой несколько недель режу все подряд и сразу скажу что он вообще не затупился то есть даже засвета нету и по стали я сразу могу сказать что здесь сталь очень хорошая и ну мне так кажется что она поинтереснее будет 150 четверки и в принципе она вплотную наверно конкурирует с дугритеров sky m390 почему дугритеров sky потому что мне так кажется это мое мнение что у дугритера бенчмен гриптилин м390 закалена может быть не очень хорошо не до конца то есть порядка там 60 50 9 там порогу на это мне так кажется может предвзято как-то вот и детишку красивые классно ножичек но каждый день уносить честно сказать жалко потому что ковыряешься везде делаешь все подряд вот когда у тебя один нож да это шикарный нож его стоит взять этот нож стоит своих денег вот но если у тебя много ножей и есть возможность купить несколько и вот этот вот нож конечно это величайший нож на каждый день и я не перестаю восхищаться удивляться пользоваться этим ножом и меня удивляет почему наши продавцы я вот долго искал смотрел и в россии в принципе не продают именно эту модель и я встречал в нескольких магазинов и на форуме округленную то есть не танта обычный округленный клиночек вот такой вот нутанта нету и в принципе хекклер кох у нас особо не котируется то есть у нас его не очень любят ему не очень доверяют я принципе относился к этой же категории ножоманов любителей потому что я все время когда выбираем выбирал часто все реже и реже выбираешь потому что кризис и ножи стали сильно дорогие так вот раньше покупая ножи я всегда смотрел на hk как называют его американцы фикклер кох и он не в принципе ножи были ничего вроде бы но постоянно что-то да не нравилось особенно убивала их не сталь она называлась что-то около 60 90 что ли как-то вот циферное название было я даже не помню потому что эти цифры мне не по силу было запомнить и незнакомая сталь непонятная сталь хрен знает что за нержавейка купишь и как говорится выкинешь на свалку или в мастерскую как-то забудешь про нету есть деньги на эти и не так давно в принципе может быть уже давно хекклер кох и очки начал использовать сталь d2 стал мне нравится отличная стали и получив этот нож я ее еще раз проверил и скажу вам что сталь от бенч мэйт очки это бенч мэйт термичка отличная работает сталь отлично не купится не крошится то есть я то конечно не ломал этим ножом как бы доски то есть такой хардвиза не было но у продукты там веточки досочки мясо курицу какие-то такие моменты постоянно резал резал и на подносах что обычно сразу сажает режущую кромку и здесь у нас до сих пор не заточен он заводская заточка но в общем все понравилось и после этого конечно сильно поменял свое мнение кейчкей всем рекомендую всем советую это настоящий карманный тактик это в то же время он по размерам как гриб дайте более такой стандартную рукоятку возьму по размерам он не больше гриптилиан а вот но при этом клиночек в разы почти сантиметр да там 0 7 миллиметров длине а это существенный плюс основной минус у дугритера как раз клинок если он был бы на 5 миллиметров длине наверное продолжил бы носить пользоваться толстый обух в принципе обух у него толстый и он сопоставим да с такими тактиками с такими крепкими жесткими ножами кончик в принципе у него тоненький но запас прочности скажем так у него все равно есть запас прочности есть где-то что-то подковернуть ну то есть это в принципе он похож и он на самом деле есть такой скажем так тактический нож для любителей танто а танто это на самом деле один из лучших и правильных наверное видов клинка потому что с ним и сложные тяжелые плотные продукты хорошо режется и что-то проткнуть легче и заточить для меня лично данный клинок проще потому что здесь у нас одна ровная грань грубо говоря здесь у нас 2 ровная грань то есть проблем таких нету ну вот и цена цена это не последнее место особенно с нашим кризисом еще по весам кстати тоже можно сказать но по весам мне тяжело сказать потому что у меня все уже в кастомных накладках по 10 но я вот так вот попытаюсь показать возможно фокус нам позволит увидеть внутри что у нас внутри лайнеры достаточно активно облегчены у нас внутри облегчение вот такой вот круг здесь круг здесь и круг здесь то есть большие круглые прорези в лайнере с обеих сторон вот это большой плюс ну все похвалил вдоль и поперек но сразу говорит отличное мое мнение никакой рекламы никакого пиара никакой как говорится оплаты дешевый нож относительно дешевый и шикарный дальше наверно немножко расскажу вообще я что-то отошел от как такового правильного обзора рукоятка рукоятка у нас имеет плоскую поверхность нету никакой 3d текстура у нас над же 10 мелкая насечка мелкая текстура скажем так которая встречается на militaried на paramiliter но она не такая наверное агрессивная как на милях парамилях она более плавно но грязь конечно что забивается как здесь здесь у нас более агрессивная текстура ну вот так вот говорят здесь активнее забивает здесь не так активном тоже потом вывезти и надо чтобы вывести надо?", и промывать Лайнер у нас толстый достаточно Он порядка 1,2 мм Я этот нож не разбирал Сзади у нас крепится конструкция на двух боночках и на двух винтах Вернее даже на четырех То есть боночка у нас видимо стальная С резьбой и с четыре винта и скрепляют между собой Боночки у нас имеют пропилы То есть они декоративные, непростые Но такие визуально симпатичные Клипса перекидывается на две стороны Отнесена клипса достаточно далеко То есть дальше уже возможности отнести ее нету Это максимум Если мы используем кастомную клипсу Не кастомную даже, а клипсу от другого ножа То есть заменим, то этот нож у нас будет в идеально Идеально просто прятаться в карман И клипса у нас будет как на дугритере То есть она будет торчать чуть-чуть В этом плане тоже накладки сделаны правильно Инженерные решения на самом деле здесь оказались Такие достаточно хорошие, правильные, интересные Декоративные пропилы, как я люблю Я всегда на своих кастомных рукоятках стараюсь Так вот визуально приукрасить, визуально изменить Но нож, подпальцевая выемка Которая в принципе нужна Которая помогает открывать С обратной стороны все асимметрично И еще что мне очень сильно понравилось Подгонка накладок под общий контур лайнера Редко встречается на каких-то ножах Ни на детишках, ни на многих других Чтобы накладки прям вот идеально просто тютелька в тютельку Обводили лайнер То есть лайнер и накладки прям прилегают вообще Как будто бы это одно целое И обводит То есть контур у обоих одинаковый Это скорее всего связано Возможно, я так предполагаю, что оборудование может быть новое И прям все работает четко Возможно, это не такая крупносерийная продукция Так как гриптилионы, например, у бенча И здесь, видимо, из-за этого Как бы конвейер не такой, скажем так, быстрый И делается все намного качественнее То есть качество этого ножа При том, что HK это в принципе недорогой бренд По сравнению с бенчами Качество здесь на самом деле мне показалось лучше, чем у бенча Ну это тоже бенч, но вообще я сравниваю с Ермой Бенч С бабочкой Аббревиатурой HK Здесь мне показалось качество намного лучше Просто не придраться Здесь вообще идеально все сделано По люфтам люфты Дело относительное Хотите отсутствие люфтевого, подтяните Я всегда оставляю небольшой люфт Чтобы клюночек так Опа Под небольшим наклоном складывался Мне так больше нравится В принципе, механика, сами видите, здесь На высоте Замочек Аксис Лог бенчевский Вот это вот ступенечка сзади, которая сделана Сначала думал, это какой-то просчет Решили усилить зону замка Но потом оказалось, что здесь, в принципе, у них Могли они вровень сделать То есть здесь не проблема Просто они визуально как бы Изменили, декорировали И, в принципе, вот это место углубления получилось у нас Она как раз комфортна для вот этой вот подушечки Которая постоянно участвует В удержании ножа А при строгании, при силовых каких-то работах Постоянно болит То есть вот здесь вот у нас Сильно устающее место И вот эта вот вмятенька, она как раз сделана Здесь, может быть, случайно совпало Как часто бывает Может быть, специально Но, в принципе, здесь все удобно Держать ножик в руках Очень удобно Палец ложится туда, куда надо В любых хватах все четко Вот эти вот вроде бы граненые острые углы Они абсолютно не чувствуются Все нормально Все по-тактически гладко Вот Клиночек, как я люблю Практически до самого конца То есть они выжили все соки из ножа Ну, осталось здесь 2 мм Но 2 мм это уже Можно будет вот так вот поддеть с обратной стороны Это уже неправильно Можно сделать, но это неправильно Вот И, наверное, все про него сказал Покрытие на клинке у нас достаточно крепкое Но это, конечно, не керамика Как на контегах Сирокот Керамические какие-то напыления А здесь у нас обычное черное покрытие Но это не покрытие, как на Онтарио Которое монеткой слазит А здесь я вот и в дерево тыкал И втыкал И что-то там пытался раскалывать Резал регулярно И, в принципе, она держит Да, она сойдет Она немножко потрется И нож станет красивее Когда он такой побитый Когда он чуть поцарапанный Видно, что нож работает И мне лично это нравится Кому-то, может, не понравится Но мне это нравится То есть покрытие Откройте консерву Да, она расцарапается Если будете просто пользоваться Все нормально В плане реза Она, хоть имеет матовое покрытие Она не сильно тормозит Прорезание продуктов Но, как и любое другое покрытие Она, конечно же, чуть-чуть Мешает врезе Каких-то вот мокрых Таких продуктов Скажем так Сыр голландский Вот И на этом все Здесь у нас насечечка На лайнере На накладках G10 ее нету Насечка прячется внутрь То есть сделан очень хорошо Очень правильно Так бы сделать на контегах На своих накладках Кастомных Я именно так и буду делать Прятать буду Эти все зубчики И в принципе В остальном Да, вот здесь тоже есть насечка Но Что там участвует И для кого она сделана Как-то не очень Понятно То есть я не понял Когда и куда там должен Палец попадать То есть вот эта насечка Она больше декоративная Туда палец попадет Такого Такого пузанчика У которого Пальцы толстые Пузатые И может быть мизинец Ляжет вот сюда Под палец Прорез Вот эта выемка Сделана тоже отлично Сюда палец Заходит И контроль ножа Тоже такой Замечательный Удобный В остальном Все четко Все классно Клиночек Имеет вес Потому что Очень легко Он падает Под Своим Весом Часто на гриппах Приходится регулировать То есть Такой Искать компромисс Люфта С легким закрытием Здесь А же Можно добиться Такого Что люфта Практически нету А клиночек Он падает Также пару случаев Было у меня Когда я его доставал Из левого кармана То есть я ношу В правом Но иногда в левом Видимо Он цепляется За шпенечек Но за счет того Что клинок Тяжелый Хватает достаточно Чуть-чуть Поддернуть И он выскакивает У меня Из кармана В открытом состоянии Как ножи От фирмы Эмерсон У которых Для этого Специально сделан крючок Чтобы именно так И доставать Здесь проходит Происходит это все Случайно Но происходит Не всегда это хорошо Когда ты этого Не ждешь Главное не порезаться Это за счет того Что клинок Очень тяжелый Он толстый Такой И сами видели Он длиннее всех Гриповских И из-за этого Аксис Немножко Не справляется Скажем так В остальном Все шикарно Нож Просто изумительный Нож мне очень нравится Я с ним Пользуюсь И буду пользоваться В дальнейшем Цена Не очень высокая Скажем так В ножовом мире Это достаточно Низкая цена Так что Не жалко его Пользовать Как часто бывает С дорогими ножами И Вполне 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 Такой практичный Правильный Карманный Тактик Который справляется Со всеми EDC задачами И имеет Запас Прочности Так что Обратите внимание На HK Обратите внимание На модель 14717 На этом все Всем советую Если встретится Такой ножик Если вы выбираете Хороший Надежный Достаточно Практичный EDC Это самое То Самое На мой взгляд Правильное решение Так что Присмотритесь К фирме HK И к данной модели Ножа На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока